МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работают не только внешне, но и изнутри. А главное, можно ли сохранить молодость и красоту без химии? Почему мы стареем? Как в компьютере. Накапливаются ошибки, и потом компьютер начинает глючит. Можно ли заставить себя измениться? Ты берешься за гору, и начинаешь нормально жить. Что нужно делать, чтобы на лице не было морщин? Абсолютно правильно. На какие жертвы стоит идти ради молодости? Ну давай, поднимайся, без рук! И когда появится лекарство от старости? Вот как думаете, я успею получить это лекарство? Если вы моложе землекопов, то да, скорее всего. Алисенька, иди ко мне, малышенька. Иди, моя душенька, забирайся. Ты представляешь, больше пяти лет назад меня назвали старородящей. Так обидно было. Родила в 43. Оксане Жильцовой, 48. Между двумя детьми, ипотекой и работой она не просто выкраивает минуты для себя любимой, а серьезно занимается здоровьем. Ты берешься за гору, и начинаешь нормально жить. То есть это опять эти минимальные порции, это опять режим, это опять дисциплина. При росте 170 сантиметров ее вес идеален – 60 килограммов. Спортивное тело, лицо без отеков, шея без морщин. Когда я душу, я напрягаю не только мышцы пресса, но я очень внимательно отношусь к мышцам лица. То есть есть такие вот при дыхании, я напрягаю вот эти вот мышцы, чтобы весь овал не уезжал вниз. То есть скулы ты не... Скулы. Скулы. Скулы мои. И губы тоже. И губы тоже мои. Конечно, все эти достижения можно списать на гены, а можно на банальную, но очень эффективную самодисциплину. Жрать надо точно меньше. Потом, конечно, очень важно спать. То есть все-таки хочется, не хочется, но лучше ложиться пораньше. То, что я вот тут недавно работала, можно сказать, полночи, а я в страх встала. Вот, ну, в общем-то, было грустно на себя смотреть зеркало сразу. И синячки, и как-то все это вниз. По мнению Оксаны, удачное утро начинается с вечера. Отбой в 11, подъем в 6. Стакан воды натощак и обязательно зарядка. Ой, хорошо. Давай попробуем посмотреть, насколько у тебя хорошо сгибается голеностоп. Я просто обожаю это упражнение. Руки вперед, стопы вместе. И теперь аккуратненько коленочки вместе, давим их друг от друга. И пытаемся сесть, не отрывая пятки от полос. Полностью садись. Полностью, полностью. И еще. Я не могу больше. Давай, 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 давай. Получится. Мне не на попу. Ой. Лыжи, прыжки с парашютом, стрельба, подводное плавание, джиу-джитсу. Оксана постоянно дает телу серьезные нагрузки. Руки не опуская вниз, бицепсы сжимают голову над душами. Оксана, я сейчас упаду. Водному режиму Оксана уделяет особое внимание. А вот я, честно признаюсь, воды пью мало. Может быть, поэтому заливать ее в себя мне так тяжело. До выхода из дома я выпиваю три таких стакана. А потом в течение дня? Ну, еще бутылочку, это где-то полтора литра еще. Если организму не хватает воды, начинаются проблемы с кожей, отеками, пищеварением и выведением токсинов. И не просто начинаются, а довольно быстро становятся хроническими. Мы должны пить много воды. Вода поддерживает наш лимфодренаж, а, соответственно, естественное очищение организма от шлаков, накопленных токсинов и даже солей тяжелых металлов. С употреблением воды у Оксаны, в отличие от меня, все в порядке. Минимум 2 литра в день. А вот ее завтрак сложно назвать правильным. Хлеб, масло, соленая рыба, сыр, кусочек торта или шоколадки. Я в совершенно все ядная и придерживаюсь одного единственного правила. Все должно быть. Все должно быть очень умеренно и целесообразно. Вино люблю. А кофе пью? Ну, да, кофе. Кофе очень люблю, кофе пью. А что покажет сложный медицинский тест, который мы проведем Оксане, чтобы выяснить реальное положение дел? Я пешочком. Пойдем? Не-не, я пешочком. Увидимся внизу. Ну, как знаешь. В философском смысле человек стареет, когда теряет интерес к происходящему вокруг. Когда ничего не надо, когда привычное становится дороже, чем новое. А вот биологическая молодость определяется по многим параметрам. Содержанию в крови гормонов, состоянию иммунной системы, суточной длительности сна, двигательной активности, скорости обменных процессов. И все же для женщины молодость – это прежде всего ее внешняя привлекательность. Простите за неудобный вопрос. Сколько вам лет? Мне 39 лет. Ольга Малахова – косметолог и фейс-тренер. Она уверяет, что последние 10 лет не пользуется никакими омолаживающими процедурами, кроме массажа. А его результат – на ее лице. Фейс-фитнес – методика самомассажа, которая обещает буквально за пару недель убрать с лица первые признаки старения, без уколов красоты и подтягивающих операций. Оказывается, так же, как мы качаем пресс, можно качать мышцы лба, скул и глаз. Иначе говоря, держать их в тонусе. От макушки до груди у нас около 60 мышц. Просто мышцы лица не очень маленькие, вплетены друг в друга, поэтому нам нужно заниматься всем лицом полностью. Ольга, скажите, какие проблемы могут меня ждать и какие упражнения мне бы подошли? Чтобы сделать диагностику лица, я предлагаю всегда своим ученицам, и вам тоже, Алиса, сделать фотографию, анфас и профиль. Так что доставайте телефон. Давайте. Готово. Именно по фото в профиль специалисты судят о существенных изменениях на лице. Сохранен ли овал, есть ли отечность, брыли и второй подбородок. Лицо склонно к отечности. Это значит, что через некоторое время у нас могут быть проблемы с нависающим верхним веком, с опущением скуловых мышц и появлением носогубных складок. Лицо отекает по двум причинам. Когда мы мало двигаемся и, снова заметьте, пьём недостаточно воды. Что касается ослабления лицевых мышц, то тут, как говорится, всё в наших руках. Их легко можно подтянуть и без химии. Запоминаем, а лучше записываем. Топ универсальных упражнений для удержания овала лица и укрепления шеи. Приступаем к первому упражнению. Упражнение для передней части шеи. Руки кладём на ключицы. Другой рукой повторяем эти же самые движения. Подбородок параллельно полу. Делаем небольшое преднатяжение вниз. Открываем рот раз. Поднимаем голову два. И медленно закрываем рот три. Опускаем голову четыре. Это упражнение мы делаем ежедневно десять раз. Поехали дальше. Я хочу показать, как мы можем создать объём нашим губам без инъекций. О, это интересно. Да. Выдувание. Очень похоже на имитацию лошади. Абсолютно правильно. Мы почувствуем, как здесь немножечко начинает чесаться. Это улучшается кровообращение в этой зоне. И губы начинают расслабляться. Все эти упражнения выполняем по классической схеме. Три подхода по 15 раз. Только вместо гантелей наши собственные руки. Все упражнения для области вокруг глаз. Нужно сделать такую имитацию очков. И слегка раздвигаем пальцы. Слегка. Начинаем прищуриваться. Раз. Два. Три. И тоже так будем 10 раз делать. Четыре. Девять. Десять. Эта гимнастика займёт от силы 5 минут. А результат вы заметите уже через 10 дней. Этот современный сенсорный стенд всего за 2 минуты проводит полную экспресс-диагностику организма. Чаще всего у женщин 45 плюс фиксируются проблемы с лишним весом, сколиозом, нарушением кровообращения, спазмом сосудов, гормональным фоном. А что же в случае с Оксаной, которой, напомним, 48 лет? У вас прекрасные показатели, и все они находятся в референсных значениях. Показания состава тела Оксаны у врачей не вызывают нареканий. Жировая, костная и мышечная массы в идеальном состоянии. Это баллы микроциркуляции. Мы видим, что у вас равномерно, потрясающе равномерно, просто снабжаются и руки, и ноги. Теперь это баллы позвоночника. У вас слабые места позвоночника только в нижней части грудного отдела. Чаще всего это бывает, если у вас были какие-то травмы, или если вы носите тяжести на одном плече. Скорее всего, это из-за травм, потому что я в своё время занималась джиу-джитсу. Тест подтвердил, все системы организма пациентки Жильцовой работают как часики. Биологический возраст ваш 38 лет. Вау, 38. То есть минус 10. Минус 10. Просто блеск. А вот мои результаты пройденного теста не обрадовали ни меня, ни доктора. Внеклеточная вода уже на верхней границе нормы. Соответственно, если вы продолжите не соблюдать питьевой режим, то ситуация может ухудшиться. Массу безжира и мышечную массу, её можно подтянуть и повыше. Ой, а почему ноги такие красные? Это может быть, если сосуды, например, спазмированы. Если вы, например, покурили. Оксана старше меня почти на 20 лет, но к её здоровью, в отличие от моего, у доктора практически нет претензий. А мне рекомендовано снизить вес, нормализовать водный режим, идти в спортзал и следить за осанкой. Прямо сейчас я принимаю два важных решения. Пить не меньше двух литров воды в день и пересесть с машины на метро. По мнению докторов, легче всего определить возраст человека по шее. Дело вовсе не в упругости кожи, а в осанке. Точнее, в состоянии шейного отдела позвоночника. С возрастом семь шейных позвонков словно проваливаются вперёд и возникает чрезмерный изгиб – гиперлордоз шейного отдела. Он укорачивает шею и формирует так называемый горбик. А это серьёзный риск смещения позвонков и нарушения кровообращения. Там, где оно нарушено, клетки начинают менять структуру, а, проще говоря, стареть. Именно осанка является внешним индексом здорового человека. Проверить правильность осанки очень легко. Прислоняемся спиной к стене и смотрим, касается ли её затылок, плечи, лопатки, ягодицы и пятки. Если нет, осанка нарушена. Тогда, не отходя от стенки, выполняем следующее упражнение. Встаньте просто к стене плотно, руки вытяните вдоль стены, вверх. Это просто. А теперь встаньте на носочки, полупальцы. Ещё потянитесь. Почувствуйте своё тело. Стоит? Стоит точно? Да, вроде да. А теперь отойдите. Постойте, я засекаю, время пошло. Стоять. И вот если вы спокойно в этой позе, можете, а если закрыть глаза, у вас не качает, это вообще блеск. О, пошла. Видишь? Помню, в Африке видел вот эти, там женщины, графин уносит, знаете, мешки, бельё, там огромные какие-то килограммы. И стройные всё это абсолютно. То есть ношение кувшинов на голове? Да, в Африке кувшина, да, она мобилизует все мышцы тела, подбирает бёдра, живот, спину. И там невозможно идти плохой спиной. Это только со стороны кажется, что держать осанку легко. А вы попробуйте взять так и пройтись с книгами на голове. Хотя бы сто метров. Получается? А если усложнить упражнения и заменить книги, например, на блюдце с водой? То-то же. Крепкие ноги, сильный пресс, подтянутые мышцы спины и хорошая осанка обеспечены. Нет времени на спортзал? Делайте упражнения дома, в обеденный прерыв и даже по дороге на работу. Ваш стул рабочий, условно такой. Ноги поставьте параллельно, откиньтесь максимально на стул, растягивайте, животик втянуло. И тянись, тянись вот так, можно даже руками играть. Вы же не могу. В этой позе можно буквально 10-20 секунд просто растянуть иногда до хруста. Потому что осанка – это плохой позвоночник. Обняли кресло рукой и себя закручиваем. О, тоже чувствую. Ну, после этого, конечно, надо встать со стула, подойти сзади к стулу, положить руки на спинку и медленно опускайтесь, провалитесь. Вот у вас горбик такой, вот-вот-вот, растянись. Чувствуете, а? Ого, да. Вот, вот, просто растянуть себя, растянуть. Заодно вы растягиваете ноги, обратите внимание. Угу. Потянула спину, теперь опускаешь руки и ладони ставишь возле стопы. Вот, вот, вот. Голову вперед. Тянет? Тянет. А на что нужно обращать внимание, вот, когда как раз идет человек пешком домой? Есть какие-то, может быть, приемы, чтобы вспомнить, во-первых? Сейчас старайся с каждым шагом как бы подпрыгивать на стопе. Вот, вот, сначала будешь прыгать, а потом просто привыкнешь, что у тебя стопа – это главная рессора, на которой ходит позвоночник. Угу. И надо идти вот как бы пританцовывать. Отжимания полезны не только для осанки, но и для женского здоровья. Я всегда говорю, я отжимаюсь 10 раз в день, и ты не будешь знать, что такое мамолог. Как интересно. Растягиваются грудные мышцы, и ты чувствуешь, что у тебя спина тоже хорошая. Подбородок вперед. Ой, это какой-то гестапо. Да. Как тренируются мышцы. Я все чувствую, вы не представляете, как мне тяжело. Мои бабушки отжимаются до 100 раз. Ну, я как вас чувствую? 10 раз по 10. Понятно? Мне надо к вам прийти. Вперед смотри, отжимайся. И на выдохе. Не, ну, поглубже, милая, чтобы грудью коснулась. Вот, 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 пошла, пошла. Ученые утверждают, человек начинает стареть после 25 лет. У некоторых этот процесс идет быстрее, у кого-то медленнее. По мнению клинического психолога Люции Сулеймановой, женщина стареет, когда перестает улыбаться. Улыбка в жизни женщины важна исключительно потому, что улыбка определяет уровень нашего настроения. С помощью макияжа можно скрыть синяки, бледный цвет лица, но грустные глаза ничем не исправить. Психологи доказали, что если ты в этой ситуации не хочешь улыбаться, но все-таки начинаешь улыбаться, то выражение лица может тебя внутренне настроить. Доказано, что настроение напрямую копирует нашу внешность. Полезно все, что приносит удовольствие и радость на постоянной основе. На танцпол Марина Щербакова пришла, как и большинство взрослых состоявшихся людей, разучить несколько па, а уже через год танцевала как профессионал. Когда я пришла в танцы, все мои знакомые были поражены, насколько я действительно изменилась. И физически, главное, внутренне я изменилась. Я совершенно иначе стала относиться к окружающему миру, к людям, к событиям, ко всему. Сегодня в копилке Марины победы на различных международных танцевальных конкурсах и сотне отчетных концертов. Но главное – это хорошее настроение, которое благодаря танцам последние 10 лет ее не покидает. Уход в зеркало, тебе хочется улучшаться. И ты себе нравишься. В погоне за внешностью женщины часто пренебрегают своим здоровьем. И если на уколы красоты и пластику время находится, то на регулярные обследования у врача и анализы почему-то нет. Как правило, женщине, к сожалению, не до себя. Нужно менять культуру, нужно быть более ответственной. После 40 лет обязательно рентгеновская маммография. Очень важно выявлять доброкачественные заболевания и своевременно их лечить. И это тоже будет профилактикой развития рака. После 40 лет необходимо раз в год проходить полное обследование у гинеколога. При наступлении менопаузы это следует делать дважды в год. Обязательны анализы на холестерин и уровень сахара, гормональные исследования, УЗИ щитовидной железы, маммография. Врачи также рекомендуют научиться и самодиагностике груди. Каждая женщина должна себя обследовать хотя бы раз в месяц. Нужно посмотреть на молочные железы, на симметричность, нет ли деформации, нет ли какого-то выбухания кожи или, наоборот, втяжения, каких-то проявлений усиления сосудистого рисунка. Посмотреть не втягивается сосок. Это всё внешние признаки? Это внешние признаки. А вот если внешне всё хорошо? А потом нужно себя пощупать обязательно. И что там нужно почувствовать? И почувствовать нужно... Если какие-то узловые образования выявлены, обязательно нужно идти к гинекологу. Если же вы надавили на сосок и увидели выделение, янтарного цвета кровянистые буры должны насторожить, и обязательно нужно обратиться опять же, сходить к гинекологу. Как оставаться вечно молодым? Как не болеть, не стареть, не умирать? Это не просто красивые вопросы. На них ищут практический ответ научные сообщества всего мира. Это накопление так называемых ошибок. Как в компьютере. Накапливаются ошибки, и потом компьютер начинает глючить. То же самое происходит в нашем организме. Внешне эти зверьки чем-то напоминают мышей. Но мыши живут максимум три года, а голые землекопы не стареют, не боятся боли и крайне редко заболевают чем-то серьезным. Самому старому землекопу сейчас 35 лет. Впервые голый землекоп был обнаружен в конце 19 века в Африке. Тогда ученые предположили, что это больная мышь или детеныш-крысы. Но оказалось, это отдельный вид грызунов. Позже был установлен поразительный факт. Голые землекопы живут более 30 лет, и за это время у них не проявляются старческие болезни. В первую очередь, рак. Объяснения этому феномену нет. Но, возможно, дело в особых свойствах гиалуроновой кислоты, которую производят клетки землекопов. Гиалуроновая кислота – это их защита от рака. А от этого становится более вязким межклеточный матрикс, и метастазирующим клеткам гораздо сложнее проникать в новые места, распространяться в организме. А почему другим болезням они не подвержены? Одно из открытий, которое мы сделали, они остановили свои биологические часы на стадии новорожденного. В России голые землекопы не водятся. Их привезли в Московский государственный университет для исследования механизмов борьбы со старением в 2016 году. Сейчас здесь разведена целая колония этих уникальных зверьков. Скажите, а есть какая-то возможность вот эту способность землекопов перенять человеку? Конечно же, мы не будем замедлять часы развития человека, слишком опасно там. Сейчас мы ищем те системы, которые он отключил. В конце концов, задача препарат разработать, который приблизит нас к состоянию этих землекопов. Как вы оцениваете шансы на удачу этого эксперимента? Знаете, они, на мой взгляд, необычайно высокие. Другое дело, что процесс разработки лекарств – это долго. Вот как думаете, я успею получить это лекарство? Если бы мало уже землекопов, то да, скорее всего. Группа ученых МГУ под руководством академика Владимира Скулачева серьезно занимается исследованием митохондрии голых землекопов. Есть и практический результат. Разработано вещество, которое прицельно воздействует на митохондрии и мешает им провоцировать старение. На его основе команда академика Скулачева создала первое в мире лекарство, которое помогает бороться с возрастными изменениями глаз. Сегодня капли визаметин продаются в российских аптеках и активно применяются в офтальмологии. По мнению известного диетолога Маргариты Королевой, наша молодость напрямую связана с нашим питанием. Утром самый высокий обмен веществ, а вечером после семи он максимально низкий. Именно завтрак своевременный, первый час после пробуждения, запускает метаболические часы. Можно не доесть обед и отказаться от ужина, но завтрак обязательно должен быть. И лучше всего начинать его с каши, правда, не с той, к которой мы все привыкли, а с правильной. Я возьму цельнозерновую овсянку. Я к этой овсянке положу несколько орешков миндальных, еще парочку грецких орехов. И эту заготовочку я заливаю водой комнатной температуры. Смешать этот состав и просто накрыть крышечкой. И вот такая кашка моя будет стоять с вечера. В итоге к утру получится каша-ночнушка с таким оригинальным названием. Для производства хлеба, муки, риса и макарон чаще всего зерна перерабатывают. Внешнюю оболочку удаляют, оставляя только внутреннюю часть. Таким образом они теряют практически все витамины и минералы. То же самое касается и термической обработки. Вот почему замачивать цельнозерновые злаки лучше, чем варить. Какие еще есть варианты полезных завтраков для тех, кто овсянку, например, никак не приварил? Другим вариантом завтрака может быть гречка. Мы ее должны предварительно тщательно промыть, положить в термос и залить водой горячей, не кипятком. Утром, когда мы откроем, там уже будет готовая каша. Мы можем к этой гречке добавить мелкопорезы овощи. Добавили морковки. Все, можно заниматься вечерними делами. А завтрак у нас будет готов уже к утру. Молодость – это не только гены. Как мы выяснили, это еще и время, которое вы готовы на себя потратить. И ключевое здесь – ваша готовность. Каждый день заниматься спортом, делать массаж лица, пить минимум полтора литра воды в день, питаться регулярно и правильно – предвижу. Многие сейчас из вас воскликнут. А где же на это все время найти? Просто посмотрите, сколько вы сегодня провели его в телефоне. Я – три с половиной часа. На что они ушли, я не знаю. Но я точно знаю, что его можно было потратить с пользой. Так что молодость, как это ни банально, в наших руках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok